Всем доброго утра, мои дорогие зрители. Кто рано встает, тому Бог дает. Меня спрашивают, почему я встаю с утра. Потому что я успеваю очень много делаю. Сейчас повешу белье, уснула, сяду на коврик и очень много успеваю с утра. Очень много. Потом еще какие-то дела, потом клуб йоги, встреча с девочками. Надеюсь, что сегодня все они придут. Мы увидим друг друга, обнимем, поцелуем, вдохновим, воодушевим, мотивируем. Этот цветочек у меня, видите, уже я сюда перенесла. Распустил новые листочки. И этот также. И те также. Еще раз говорю, почему я встаю так рано. Потому что у меня уже 8 часов. Смотрите. Время 10 минут. 15.09. У меня полы помыты. Кухня убрана. Стирка крутится. Ванной аромат. Средство бесподобное, девочки, мальчики. Вот Светлана сама ходит. Так, видите, все блестит. Вов. Хор-хор-хор. Все чистенько. Вот оно вот стоит. Джифт синий. Еще раз доброе утро, все мои дорогие. Вику с ковриком на нашу встречу. Сегодня девочек будет побольше, мне кажется. Соскучились? Мы не виделись, сколько времени, да? Переписка это не то, когда увидишь так, а вот снимешь, поцелуешь. У меня такой тоже. Сегодня спортивный день. Я сегодня уже йогой и танцами позанималась. Танцы откуда? У нас на йоге полчаса. Потом танцы тоже входит в этот клуб полчаса. Ну вот и получается. Каждый день у нас разные программы. Средом у нас читалка. У нас появилось два преподавателя новых по йоге. Потому что Катя, гуру наша, не успевает. Не то, что не успевает. Выдохлась, устала она тоже. Постоянно в стрессе. Вот у нас и танцы добавились. Два тренера. Катя по понедельникам и воскресеньям. И пятница. Голую йогу преподает. Программа изменилась в нашем клубе лучшей жизни. У нас тоже меняется программа лучшей жизни, Мерсень. Девочки уже собрались. Вращаюсь с зумбой, перехожу дорогу. Все время, кажется, какой-то мужчина на меня смотрит. А это манекен. А вот и я, мои дорогие. Вот мы сегодня наплясались, натанцевались. Боже, зумба это вообще бесподобное что-то. У нас к вечеру, в половине восьмого, дождь пошел. У меня не было мысли, что хоть не пойти. Конечно, зубы пропускать нельзя, ведь мы ждем этого пять дней. Бегу домой. Полное впечатление. Всем привет, друзья мои. Бегу на море и с вами поговорю по дороге. Если вы знаете, началась новолуние, как оно на меня в этот раз действует. Я вообще никакая... Вот спала бы, спала, не могу проснуться. Сейчас было идти, поговорю с вами. Началась новолуние. Такое мощное. Ощущаю все на себе. Что со мной происходит? Вчера у меня было пониженное давление. И знаете, что вот я сейчас иду и так спать хочу. Как робот иду. Как робот, друзья. У вас бывает такое? Какое-то вот... Я не знаю, что такое. Вроде бы я никаких лекарств не пью. Только от щитовидки. Ну так хочется спать. Видно зумба, она кардионагрузка. Мне кажется, после зумба у меня такое. В этот раз я столько активничала. 50 лет, наверное, надо себя беречь. Но я-то-то не ощущала. Видите? Ворон. Что-то они кушают. Что-то кого-то съели. Лягушку, наверное. Приятного аппетита вам, милые, дорогие. Быстро заварила кофеек. Сейчас искупаюсь в море. Думаю, что... Проснусь. Вчера такой тоже был насыщенный день. Каждый день девочки насыщенны. Сейчас я вам расскажу про женихов этих. Несколько дней назад меня на балконе уже неделю укусила. Что-то укусила вечером. Представляете, до сих пор оно чешется. Каждый день чешется. Ух! Надо море быстрее. Море все вылечит. Так, мои дорогие. Что касается насчет женихов. Многие мне писали кличку. Хочу рассказать вам. Это женихи те, которые не претендуют и не просили. Мой муж что-то вот так вот у него взбрело в голову. Сними, говорят, их сними. Когда я их спрашиваю, вас надо женить? Вы хотите женить? Улыбаются. Нет, говорит. Но я могу их понять, потому что они проблемные женихи. В чем проблема их? У них, они вроде бы в разводе. Как часто вокруг происходит Турции. Жены живут отдельно. Забирают детей, но некоторые дети возвращаются к отцам. И живут с отцами. Вот у первого нашего такого высокий, что темненький. Такой здоровый мужчина. Имя не буду называть. У него какая ситуация. Жена у него была очень красивая. Но не поняли друг друга. И разошлись. Сначала она ушла с детьми, а потом сын решил вернуться к отцу. Вот сейчас вот он живет здесь, в квартире. И смотрит свою маму. Маме под 80 лет. Но она в данный момент сейчас в больнице. Уже, наверное, месяц в таком плохом состоянии. И кто смотрит за мамой? У них несколько братьев и сестер. Они решили, что этот сын посмотрит. У всех никто не хочет смотреть. И говорит, мы будем платить за няню. Пускай она будет у тебя. Вот такая ситуация. И женщина приходит в 6 раз в неделю. Смотрит за мамой. Смотрела. Сейчас в ее обязанности входит обед, уборка, стирка. Как домработница. Ну и братья оплачивают. Машины как сумасшедшие едут. Никто не пропустит. Нужно лучше всех пропустить, не рисковать. Сын живет с ним. Естественно, ему не до жены. Я, например, сама лично никому не посоветую такое. Тут мама. Непонятно, как тут сын. Взрослый, подросток. Дома сидит все время. Понимаете? Очень много таких мужчин. Поэтому они холостые, не хотят жениться. Потому что у них проблемы не заканчиваются. А второй? Второй тоже что-то с женой произошло. Ушел от нее. Оставил все ей абсолютно. Квартиру снял. Сам живет на квартире. И то у него, кажется, две дочери. Дочь приходит периодически к папе. Навещает. И говорит, ой, у тебя такой здесь беспорядок. Давай я с тобой останусь жить. А он говорит, нет, нет, не надо. Вот такие вот женихи. Хорошие ребята сами. Они пенсионеры. У них пенсия есть. Ну, непонятно, что. Там на квартире живет. То есть не такие богатые там вообще. Не пьяницы. Могут выпить чуть-чуть, по чуть-чуть. А вообще, я считаю, по чуть-чуть. Если, допустим, когда мы идем куда-то, им бутылка пива хватает на все праздники. И очень часто вот друг моего мужа не пьет. Вот он молодец. Он работает ответственным. Ситы. У него большой ситы. И он там ответственный. Сколько лет его друзья, соседи избирают его только. Вот недавно были выборы. И все соседи опять его выбрали. Это же бесплатная работа. Он следит за всем порядком в доме. Очень хозяйственный. Научил моему мужу в экономии. Очень экономный. Знает, где дешево. Где скидки. Где какие-то акции. Когда нужно купить. С вами посижу чуть-чуть. Понимаете? Такая ситуация, что очень хорошие мужчины. Но багаж у них не один. Поэтому я и не могу никому их предложить. Непонятно как. И сами они пока возятся в кучу своих проблем житейских. И им не до жены. И не до новых проблем. Мой муж, знаете, что говорит? Что ты, говорит, сейчас почему не хочешь жениться? Там о женщине не думаешь. Потому что у тебя сейчас домработница приходит, все делает, готовит, убирает, стирает. А когда, говорит, мама не будет, естественно, никто не будет из его братьев и сестер платить деньги. Ему придется это все одному делать. Вот тогда он поймет, что такое женщина. Ой, друзья мои, какое у меня состояние, вообще нестояние. Я не знаю, как я себя взяла в руки. Смотрите, цветочки уже отцветают. Как я себя взяла в руки и иду. Думаю, может, так уносим скаловую в море. И приду в себя. Побежала я, мои дорогие, то засну. Это что такое? Это что творится здесь? Столько гусей. Они так пытаются еще укусить. Смотрите на них. Столько их много. Ой, ты боже мой, травку щипают. Интересно, какая реакция будет. Чем-то недовольны. Вы такие хорошие. Ой, щипайте, щипайте травку. Видите, мерсили. Как деревня. Гуси, гуси, га-га-га. Гуси, гуси, га-га-га. Они нападают. Добрые. Фиша, так, что у нас 24 июня прошло. 25-го прошло. 26-го прошло. Все прошло. Ну вот, мои дорогие, никого нет. Никого нет. А море хорошее. Люди есть там, уже покупались. Боже, какое теплое море. И какое чистое. Чистое море. Время 20 минут 10. Чуть-чуть-чуть-чуть что-то там. Чуть-чуть-чуть что-то плавает. Ну, если заплыть подальше. Вот такое вот плавает. Но все равно я считаю, что это чистое. Я считаю, что это чистое. Я туда же заплыву. Ну, это хорошо. Друзья, посмотрите, какое красивое дерево. Пальма. Как у меня тоже есть. Я все время там комбинирую цветочки. Ну, как красиво, да? Кафешечки пустые. Боже, какой я кайф. Я сижу дома. Ну, не сиди, Светлана, дома. Брось ты эти дела. Хотя бы на часок всегда приди сюда. Ну, какая прелесть, а? Какая прелесть мне так хорошо стало. Боже мой. Обалдеть, друзья мои. Накупалась я и бегу домой. Сейчас хочу зайти в карфер такой, чтобы посмотреть. Что-то хочу посмотреть. Денежки надо мне с банкомата вынести. Чтоб пополнить свои конверты. Сейчас нахожусь в магазине. Смотрю цены. Скидки. Такая хорошая эта сковородка. Я нахожусь у вас то один. А вот это вот сушить зелень. А это скороварка. Триста, четыреста лир. Так. Интересные вещи здесь. Вот это миксер. Блиндер. Сколько он стоит? Пятьсот лир. Посмотрите, здесь сколько насадок. Вот. Тут можно много чего найти. Вот. Четыреста лир. Смотрите. Четыреста лир. Погружной. Большой. Нормально. Вот и факир есть тоже. Факир четыреста тридцать девять. Это, наверное, четыреста шестьдесят. Видите? Смотрю я для себя. Машинка. Он набор этих кастрюлечек. Так, вот это очень хорошие, такие красивые тарелы. Эти мисочки. А это комплект. Видите? Четыреста двадцать. Росгорбюлю. Это что такое за Росгорбюлю? Вот это машинки. Мне что-то понравилось. Так, еще что здесь есть? Хорошие. Такие сковородочки со сто восемьдесят. Видите, формочки. Формочки тридцать четыре. Маленькие сковородки на одно яйцо. Это когда соус делаешь классный. Так, это что такое? Это посуда для выпекания. Люблю этот отдел. Так. Вот, смотрите, какие скидки. Сейчас сто семьдесят. И это тоже сто семьдесят. Пока не сделали замечание. Все поснимаю вам. Это что за термос такой? А, просто кувшинчик. Не термос. Надеюсь, вы слышите меня, да, мои дорогие? Швабра. Вот, смотрите. Швабра. Швабра. Ахметин какая-то. Для чайка, наверное. Вот такие досочки. Это по двадцать, как мы покупали. Книжечки разные. По восемь лир, видите? Кызангенлюгу. Так, вот эти стаканчики для каранбашиков. Коврики для фитнеса. Или нет, это не коврики для фитнеса. Коврик вот для фитнеса. Сто тридцать девять. Красненький. Сто тридцать девять лир. Цены на масло какие? Вот большие по сто семьдесят пять, сто шестьдесят пять. Кукурузные сто восемьдесят. Двухлитровые семьдесят четыре. Шестьдесят девять. Разные фирмы. Так, вот и литровые. Тридцать четыре литра масла. Сорок четыре. И кукурузная. Кукурузная, кстати, очень хорошая. Но, естественно, это подороже. Сто семь. Двухлит, наверное, два литра. И литровая шестьдесят. Такие цены на масло. Средства для стирки посуды. Для стирки посуды. Вот, дорогие самые. Здесь чуть-чуть, а это вот большие. Комплекты. Ферри 245. Представляете? Аж Кэм купил тогда за 122. Обалдеть, какие цены. А это сто штук. Это средства для того, чтобы сверкала посуда. Это для чистки машины. То есть его только одно средство надо пользоваться. И вот это вот. И это тоже разные фирмы. Прид. Оно подешевле. Тоже для того, чтобы сверкало. А вот такой вот туз. Ну вот именно соль. Как сказать? Туз, соль. Для машинки, чтобы не собирался этот накипь. Вот такие средства. Ну это дешевое, но я не знаю, какое оно. Так, вот так вот, мои дорогие. Такие цены. Так, а сейчас мы находимся в маркете, не государственном, в частном маркете Carrefour. Такие цены до 4 июля на мясные изделия. Значит, смотрите. Килограмм фарша 109, наверное, скидка, да? Кусочки мяса 120. Крученное вот такое мясо. 114. Скидки, друзья, скидки. Байрам начинается скоро. И вот хорошие кусочки. Бифтек такие. Соте 140, а было 192. На почти на 50 лир. 50 лир скидка. Так что вот, успевайте. Такие цены у нас. Цены на арбузы 350. Но я не знаю, насколько они. Насколько они сладкие. Ой, как хорошо после моря, такую солнечную погоду, жаркую, покушать мороженое. Я сегодня решила выбрать новое. Вот такой фирмы называется. Стоит он, сейчас я скажу. Около 15 лир, по-моему, одна штука. Ну, надо все попробовать все. Мороженое у меня такая цель. Вы знаете, что случилось? Муж купил в Карфуре мороженое. Помните, я вам показывала в предыдущем видео. Я его вчера открыла. Оно испорченное. Оно, во-первых, полно. Было все во льду. Это раз. И горькое на вкус. И что мы сделали? Мы его выбросили в мусорку. Мой муж ни за что не пошел поменять. А друг бы его поменял. Человек был рядом со мной. 16 лир стоит такое мороженое. Но мухи меня закусали. Сижу здесь на таком этан возле магазинчика. Напротив. Думаю, мороженое поем. Съели меня мухи здесь. Смотрите, что я сегодня решила приготовить мою мужу. Хачапури по-аджарски. Вот, смотрите, положила сыр. Чуть-чуть оно испеклось. И сейчас яйцо. Вот так вот. Вот так вот. Можно еще яйцом смазать, но не обязательно. И все. Вообще белок не добавляется. Но я так. Куда ему пропадать добру-то? Жарится. Вот. Ух, какая вкуснота. С маслечком готова уже. Иду кормить своего Ашкыма. Завтраком. Приятного ему аппетита. Ставьте лайки. Подпишись на мой канал. Нажми на колокольчик и на все уведомления.